Добрый вечер! В эфире телеканала Югра. Больше чем новости. Итоги недели. Обо всех ключевых событиях последних пяти дней вам расскажут журналисты службы новостей, а также ведущие программы Дмитрий Пришвицин и Лариса Мацур. В Ханты-Мансийске выпал километр снега, причем в одном конкретном месте. Свежим снег не назовешь. Его собирали всю прошлую зиму. И вот в минувший понедельник в центре зимних видов спорта вскрыли снегохранилище. Сейчас снег Камазами развозят по дистанции. Сугробы выравнивают с помощью ратраков. В ближайшую неделю югорские лыжники и биатлонисты смогут выйти на трассу. Кстати, практически первыми в стране. Кто к ним собирается присоединиться и когда, расскажем в нашем первом материале эфира. Километровый снежный круг в Ханты-Мансийске закатали за три дня, и это несмотря на плюсовую температуру. Сейчас прокладывают трассу на пять километров. В этом году удалось заготовить рекордные 25 тысяч кубометров снега. Пока рабочие колдуют над лыжней, спортсмены выходят на снег. Первым его опробовала женская сборная Югры. Вообще, это первая тренировка на снегу. И сейчас у девочек самое основное – это почувствовать лыжи. То есть, почувствовать скольжение на лыжах. Оно все-таки от лыжероллеров отличается. И отталкивание не такое жесткое, как на роллерах. То есть, все-таки это лыжи. Ну и немножко почувствовать и поработать над своей координацией. Именно вот на таком жестком снегу, более таком ледянистом. Чтобы в дальнейшем уже эти навыки пригодились именно на боевом, на натуральном снегу. С этого года интересы югорской команды будет представлять Елизавета Еремеева. Пока 19-летняя спортсменка находится в расположении сборной. Но в конце октября обязательно приедет в Ханты-Мансийск на вкатку, где и встретится с югорской командой. Город мне очень понравился. Лыжная трасса прямо в центре города. Я очень рада, что буду проводить вкатку именно там. Лиза, скажи, а по снегу соскучилась? Да, очень. Он уже вот там лежит. Я сегодня по снегу побегала. Прям по пухлячку такому. Кайф. Прям жду, когда встану на лыжи. Без внимания югорский снег не остался. Традиционно на вкатку в Ханты-Мансийск приедет группа Егора Сорина. В ее состав входят победители и призеры Олимпийских игр. Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Если не ошибаюсь, это уже по счету будет пятый сезон. Группа приедет в полном составе. Задача, в принципе, как и в предыдущие годы, это почувствовать снег, вкатиться, сделать определенный объем работы. Если группа Егора Сорина – постоянный гость в столице Югры, то группа Юрия Бородавка приедет во второй раз. Уже через две недели по трассам будут рассекать Александр Большунов, Денис Спецов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Александр Терентьев и Наталья Непряева, которая с недавнего времени тоже носит фамилию Терентьева. Это настоящие звезды лыжного спорта. За две последние Олимпиады они добыли для страны 23 медали разного достоинства. Рекордсменом, конечно, является Большунов. Только в Пекине Сан Саныч трижды поднимался на пьедестал за золотом и по разу за серебром и бронзой. В этом году будет побит рекорд по количеству спортсменов, которые приедут в столицу Югры на Вкатку. Кроме лыжников, тренироваться на раннем снегу будут и национальные команды по биатлону. Всего за этот период через столицу Югры пройдет более 700 спортсменов. Дмитрий Пришвицин, Александр Шулдиков и Виктор Сивков. Специально для программы «Больше чем новости». Совсем скоро Центр зимних видов спорта объединит большое количество спортсменов. А значит, как это ни странно звучит, объект станет местом повышенной опасности. Только вдумайтесь, лыжники на некоторых участках трассы будут развивать скорость свыше 30 км в час. Поэтому оказаться на пути буквально летящего спортсмена вряд ли захочется. И это касается не только любителей лесных прогулок, но и начинающих спортсменов. Сборники приедут в Ханты-Мансийск набирать форму и выполнять определенную работу. И если трасса будет перегружена спортсменами-любителями, то выполнить план не получится. Но принимающая сторона предусмотрела варианты, чтобы всем было максимально комфортно на лыжне. Большой скорости мимо них проносятся профессионалы, делают какие-то ускорения, работу. Можно получить и травму. Никому это не нужно было. То есть нужно просто попросили составить график. Допустим, в какой-то период тренируются профессиональные спортсмены определенного уровня. А в другое время тренируются спортсмены, дети, любители. А там молодежь и местное население не приходили в эти пиковые часы. Для них есть время с часу до трех дня. Никто вообще не катается. То есть все спортсмены отдыхают. Можно спокойно с часу до трех кататься. И тут никому не мешаешь. И вечером, вечернее время хорошее. То есть с 7 до 10 у нас свет включен будет. И в принципе никто никому не вышел. Ходи спокойно. И все. И тебя никто не обгоняет. И ты никому не мешаешь. Наталья Комарова продолжает большую серию рабочих поездок по муниципалитетам. Цель выявить проблемы, требующие оперативного вмешательства. Найти их решение. Дать объективную оценку ситуации на каждой территории. Так губернатор собирает обратную связь. Это подготовка к ежегодному отчету, обращению и инвестиционному посланию. А у игорчан есть возможность не просто высказаться, но и проголосовать за наиболее важные проекты. Лучшие из них учтут в тексте документа. В минувшие выходные Наталья Комарова посетила Сургут и Сургутский район. Говорили о достижениях этого года и строили планы на следующие. Были и острые вопросы. Без них не будет полной картины ситуации в регионе. Ведь вся внутренняя политика округа строится с учетом мнений каждого жителя. Я полагаю, что в конце концов, мыслив, подумав, ответить на большое количество вопросов, мы перейдем к выводу о том, что мы команда Югры. Не я там с Андреем Сергеевичем, а еще каким-то кругом лиц, ограниченным кругом лиц. А именно вот 1 миллион 730 тысяч. В свою очередь мы, безусловно, команда России, команда президента Путина. Добавлю, что каждая встреча с жителями продолжалась до последнего вопроса. Например, сургутян интересовали темы ремонта дорог, завершения долевого строительства, работа ТОСов. В свою очередь жители района спрашивали о цифровой записи к врачу, развитии спортивной инфраструктуры, переселении из ветхого и аварийного жилья. Югорчане признаются, что такой формат открытого диалога всегда дает результаты. Это, безусловно, очень продуктивный формат. Я на встречах с Натальей Владимировной бываю, наверное, года с 17-го точно. Там был потом перерыв на ковид. Всегда поражаюсь, как она работает до последнего вопроса. Как она очень всегда четко и аргументированно отвечает. Я задавал три вопроса губернатору. Губернатор на все дала ответы. По одному вопросу дала поручение разобраться. То есть, в целом, доволен. Надеюсь, что ответ будет положительный на все три вопроса. Полностью удовлетворен ответом. Так как Наталья Владимировна погружена в те проекты, которые я затронул в вопросе, и какие решения должны будут быть приняты, Наталья Владимировна тоже хорошо понимает, как к этим вопросам подходить. Чтобы вопрос был закрыт, реализован и закрыт. Следующими задать свои вопросы губернатору смогут жители Нижневартовска, Радужного, Мегиона и Нижневартовского района. Наталья Комарова анонсировала новые встречи с югорчанами. В этих муниципалитетах она будет работать с 14 по 16 октября. Точную дату, время и место встречи можно посмотреть на странице губернатора в социальных сетях, либо в официальных группах региона. Самому крупному городу Югры, Сургуту, придется увеличить расходы на маршрутные автобусы. Все для того, чтобы продолжить реформу общественного транспорта. Местные власти уже приняли решение выделить средства на 10 новых автобусов. Еще 30, вместимостью до 75 пассажиров, поступят по договору лизинга. Если до реформы в Сургуте расходы городского бюджета на общественный транспорт были около 800 миллионов рублей в год, то теперь 1 миллиард. Однако, как все эти изменения отражаются на горожанах, транспортная реформа, вопрос исключительно местного значения, стал самым обсуждаемым на встрече жителей с губернатором Натальей Комаровой. А по данным Центра управления регионом, только в соцсетях сургутяне оставили больше 4000 обращений, связанных с ликвидацией старых маршрутов и введения новых. Кто остался за бортом транспортной реформы в Сургуте? И откуда растут ноги у недовольства общественным транспортом? Выясняла Наталья Соловьева. Если не успеваю, то я сажусь на двенашку и еду. На задевок зал. Потом еду на магнит, сажусь на любую машину и еду домой. Не опасно на любую машину садиться у вас, а? Не опасно, не опасно. Бывает, что там, допустим, в 4 вечера дома только оказываешь? Да, бывает. Каждый день Лёши как лотерея. Единственный автобус, который может отвезти его из школы домой, 113-й, отправляется как раз в то время, когда заканчиваются уроки. Мама забрать не может, днём она работает. А в других учебных учреждениях нет классов для детей с нарушениями речи. Сейчас Алексею 12. С пересадками он добирается из школы с 8 лет. И новая транспортная реформа его проблему не решила. К активной фазе реализации реформы общественного транспорта в Сургуте приступили к конце мая. В чём она заключалась? Сократили число маршрутов, дублирующие убрали, добавили новые. И вот за это время пассажиры автобусов чётко разделились на три категории. Это довольные реформы в основном жители микрорайонов, в которых теперь ходит больше различных автобусов. Не довольные. Это те, кому сейчас приходится передвигаться с остановками, с пересадками. Ну и те, у кого, в принципе, быт ничем не поменялся. Вот стоишь по 40 минут, автобус ждёт. Что это именно? Это хорошо разве? А придёт зима. Что мы будем делать? И с детьми стоят. А до этого тоже так же 40 минут пришло и приходило ждать? Ну нет, до этого быстро они ходили. Ну как бы интервал от силы 20 минут. А здесь и по часу стоишь, ждёшь. Прибрежные два, ходят два автобуса. 69-й, 110-й и 49-й. А у Прибрежной один 110-й только. Ну почему? Нам хочется, чтобы ходили тоже. Стою на остановке. Очень долго. Во-первых. Во-вторых, вот есть приложение у вас. Я вот просто не знаю маршрут, я не найду маршрут 61-го автобуса. Расписание я не могу найти, это расписание. И считаю, что транспортная реформа не доработана. В промежутке обещали 15 минут. На 13-м я ехала с мира. Открываю умный транспорт, написано, автобус будет через 262 минуты. Вы меня простите, ни в какие в рамки не входят. Мне кажется, хуже. Не все могут пользоваться интернетом так, чтобы посмотреть, какой транспорт куда идёт. И в общем-то привычное, что было, мне кажется, и реже стало ходить. Нет, хуже стало. Ну раньше не знали, вечером водители спрашивали, куда ехать, на каком. Они злились, не говорили. Сейчас уже вроде как знаем. Ничего не изменилось. Как ездим, так и ездим. Я, честно сказать, не езжу на автобусах. Это довольно-таки редко происходит. Я лично для себя ничего такого не заметил. Начинаем на Мусу. Ходят разные автобусы по типу 32-го, 12-го. Они ездят очень-очень часто. И на них можно уехать в разные части города. И ходят они довольно-таки часто. Раньше этих автобусов не было? Нет, не было. Проще добираться стало до центра. 32-й вроде бы едет до центра. И он очень часто тут ходит. Ответом на жалобы и обращения граждан становятся корректировки маршрутов. За 4 месяца в схему движения внесли 14 изменений. Сначала мы изменили дачные и вернули, как жители хотели, 4 дачных. А потом уже меняли городские. Там даже по некоторым маршрутам дважды, трижды мы меняли. Изменяли схему движения с заездом в какие-то определенные улицы или дороги. Однозначно у нас увеличился пассажиропоток. Летом это было заметно не так сильно. А вот за сентябрь уже значительное увеличение есть. Какое увеличение? Ну, если там в прошлом году у нас было где-то больше чем полтора миллиона, а в этом году уже где-то по два миллиона пассажиров. Критикой работы городских автобусов пестрят и заголовки сургутских газет полувековой давности. О систематических нарушениях в графиках движения писала еще к победе коммунизма. Историк Севастьян Веселов объясняет, что все проблемы с общественным транспортом из-за так называемой ведомственной застройки сургута. Каждый главк делал дороги и прокладывал маршруты под себя. И с тех пор по-настоящему навести порядок не удавалось ни горы с полкомом, ни современным властям. Случалось такое, что вводили новый дом, но дорог там не было. И люди отказывались туда переезжать, в новый дом благоустроенный, потому что туда не было транспорта общественного. В 1969 году была построена дорога поселок Нефтяника в Черный мыс через весь город. Бетонная дорога – это то самое основание всей дорожной системы сургута. Единый город возник как раз в 90-е и 2000-е годы. То есть микрорайоны, тепловые сети, транспортные пути, городские маршруты – они стали соединять весь город. В предыдущие 20 лет схема движения общественного транспорта в Сургуте кардинально не менялась. От того, успешно или нет пройдет реформа, зависит, какой войдет в историю нынешняя власть в Сургуте. Быстро получить желаемый эффект пока не получилось. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра Сургут». Ну а сейчас поговорим о новости, которая стала наиболее обсуждаемой в социальных сетях. Сургутяне устали от карканья. Дело в том, что в городе выросла популяция серых ворон. Пернатые собираются в стаи у мусорных баков, разбрасывают отходы, скачут по автомобилям, тем самым причиняя большие неудобства. Однако орнитологи утверждают, это явление временное. Сейчас для птиц «Югра» как перевалочный пункт. Сюда слетелись вороны с других северных территорий, но уже в ноябре они мигрируют в более теплые регионы, и их численность придет в норму. Летом вороны охотятся на мелких птиц, разоряют гнезда, а в холодное время года питаются мусорными отходами. По подсчетам орнитологов, осенью численность серых ворон в Сургуте может достичь 3000 особей. Ближе к зиме в городе останется только треть стаи. Отмечу, что людям стоит обходить ворон стороной, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний. Как и все другие птицы, крупные могут страдать заболеваниями различными. Это орнитозы. Часть этих орнитозов передается и человеку. Так что, если заболевание в группе ворон серых происходит, то, конечно, такую ситуацию нужно отслеживать. И предпринимать какие-то меры по недопущению передачи заболевания человеку. И, конечно, могут портить какие-то объекты культурные, строения. Например, помет их достаточно едкий, разъедает краску, царапают они своими когатками покрытия и тем самым доставляют небольшой вред. Выбросил мусор, не забудь хрюкнуть. Это выражение, по крайней мере, на меня действует. Думаю, и на большинство югорчан. Люди стараются доносить мусор до урн, по крайней мере, мне бы в это хотелось верить. А вот как быть с жидкими отходами, тем более, когда для них в Секво одна урна? Проблема такая есть в Сургуте. Не все готовы ехать к специальному пункту слива сточных вод, а потому прямо из цистерн такие отходы сливают в канализацию. Дальше они попадают в реки, в землю, поскольку в коллекторах не предусмотрена дополнительная очистка. К тому же предприятиям нужно будет заплатить за услугу 209 рублей 1 кубический метр. Для жителей частных домов цена меньше. Так почему же до пункта слива сточных вод доезжает лишь треть от всех машин? И какой выход есть из этой ситуации? Разбиралась Леана Киямова. Не успела одна машина отъехать, как заезжает другая. Это одно из самых востребованных мест в Сургуте среди автоцистерн. Сюда приезжают водители в любое время суток. Это жители домов, не обеспеченных центральной канализацией, и представители предприятий, где в производстве остается грязная вода. Пункт слива сточных вод оборудован специальным приемным устройством, после чего жидкость попадает в городскую канализационно-насосную станцию, а дальше на очистные сооружения. Это единственное место, где разрешается сливать сточные воды. Но многих предпринимателей оно не устраивает. На сегодняшний день это единственный пункт слива сточных вод в Сургуте. Находится он на окраине города. И, как показывает практика и статистика горводоканала, сюда доезжают не все, а лишь 30% от общего количества машин. Все остальные источные воды, заправок, бань и салонов красоты попадают в городскую канализацию. Проще говоря, сливают стойки в разных частях города. И уже даже не скрывают этого. Борьба с нарушителями – история сложная и многолетняя. Постоянные рейды и угрозы не помогли. Все заинтересованные стороны встретились за одним столом, чтобы найти выход из ситуации. Я прекрасно понимаю всех участников данного мероприятия, все недовольства. То есть мы ни дикообразы, ни дикари с копьями не бегаем. То есть мы понимаем, что доставляем так или иначе какие-то неудобства. Но хотелось бы просто отметить, что это вынужденная мера не из-за того, что мы, как правильно сказать, специально ищем, кому где навредить. Нет недоработанных некоторых условий, как говорится, в части нашей работы. В связи с этим возникают данные ситуации. Вот одно из последних последствий слива сточных вод в городскую канализацию. В парке на реке Сайма образовались огромные маслянистые пятна. Нарушается экология, загрязняется почва, для животных это плохо, которые здесь обитают, ну и уточки плавают. Уже здесь эта речка довольно давно известна, что она имеет всякие нечистоты, загрязнения. Конечно, хотелось бы, чтобы как-то обратили на это внимание, чтобы эта речка все-таки очистилась. Впрочем, такое случается практически каждый год и не по разу. Ведь именно сюда происходит сброс сточных вод с городского ливневого коллектора. Найти виновных непросто. Сюда стекает вода из 400 точек входа. Общая протяженность ветки, на которой они расположены более 20 километров. Еще в 2020 году суд обязал муниципалитет установить локальные очистные сооружения на выходе ливневого коллектора. На данный момент судебное решение не исполнено, поскольку оно требует, во-первых, достаточно серьезных проектных работ и такое, скажем так, финансово затратное. Поэтому в установленном порядке получена отсрочка для исполнения этого судебного решения. Мы сейчас проверяем, насколько эффективны меры к его скорейшему исполнению. И изыскиваются совместными усилиями решения по временному ограничению сброса, чтобы не допустить вот такого безобразия, которое здесь фиксировалось. Чтобы сократить, ну или пресечь несанкционированные сливы сточных вод в городскую канализацию, в Сургуте началось строительство нового пункта. Это будет усовершенствованный объект, где будет происходить первичный этап очистки от крупного мусора. Территория больше и комфортнее для больших машин. И приемных пунктов будет четыре, а не один, как на существующем объекте. Сейчас уже подготовлен котлован под будущую приемную емкость. Уже в следующий понедельник здесь будет установлена приемная емкость, которая будет выполнять функцию по приему сточных вод и по первичной очистке стоков от грубых загрязнений. Выполнена плита, основание, выполнен котлован. Все готово для монтажа. Строительство объекта ведется за счет средств горводоканала. Компания выделила 17 миллионов рублей. Возводят пункт слива в другой части города. И это должно помочь решить проблему несанкционированного слива. С двух сторон будет два сливных пункта, которые позволят выбирать уже более оптимальный пункт, путь для водителя, который будет ввести сток. Сейчас строительство нового объекта выполнено на четверть. Ввести новый пункт слива сточных вод в эксплуатацию предприятия планируют к концу года. Леана Киамова, Владимир Гайнца. Специально для программы «Больше чем новости» из Сургута. Желтый карлик гневается. На Землю надвигается магнитная буря. С 15 по 17 октября метеоактивность поднимется до 4 из 9 баллов. Еще более сильное геомагнитное возмущение мощностью в 6 баллов ожидается 20 октября. Во время такой бури усиливается поток частиц солнечного ветра, который вызывает возмущение магнитного поля Земли. Это, в свою очередь, влияет на атмосферу. Так возникают полярные сияния. Сейчас эти природные явления становятся видны там, где раньше практически не наблюдались. К примеру, в европейской части России. А еще британские ученые полагают, что по-настоящему мощная электромагнитная буря ожидается в 2025 году. И она станет интернет-апокалипсисом. Повредит электронику. Существует и версия серьезного влияния таких бурь на организм человека. Но медики предупреждают мнительных граждан. Геомагнитное колебание и метеозависимость не одно и то же. На сегодняшний день не доказано влияние солнечной активности и вызвано ей геомагнитных бурь на здоровье человека. Однако, не стоит путать геомагнитные бури и изменение атмосферной погоды. Тогда, как при резком снижении атмосферного давления, больные с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия. Однако, при этом, для таких больных влияние погоды гораздо менее существенно, если они будут правильно придерживаться назначенного лечения, здорового питания и достаточной физической активности. И это были все новости к этому часу. Увидимся в следующую пятницу на телеканале Югра.